Аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Андреас Умланд присоединяется к нашему эфиру. Андреас, радио приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Спасибо за то, что согласились поучаствовать в нашем эфире. Андреас, возникает резонный вопрос. Как на фоне колоссальных потерь российских оккупационных войск, санкции, которые даже если не спеша, но все-таки набирают обороты и работают, может идти речь о том, что к 26-му году Россия укрепится, наберет достаточное количество сил и возможностей для того, чтобы вступить в вооруженное противостояние со странами-членами Североатлантического альянса? Тут есть как бы два подхода. Один – это такой, скажем так, исторический, политический подход, который исходит из реальных возможностей, из исторического опыта. И вот, исходя из этого подхода, я бы тоже сказал, что это вряд ли сможет случиться. И тоже в прошлом Россия всегда очень четко соблюдала разницу между странами-членами НАТО и странами, которые не члены НАТО, как Молдова, Грузия или Украина. Но есть другой подход. Это подход как бы с точки зрения безопасности и застрахования собственного государства, собственной страны. Ну и с этой точки зрения, это немножко другой тоже круг экспертов. Они как бы исходят из наихудших возможных сценарий. И они на базе вот уже этих наихудших сценарий, они делают свои рекомендации. Ну, я думаю, тут есть излишняя все-таки такая боязнь и страх России. И вообще такое иногда создается впечатление, что люди думают, что есть как бы две России. Одна Россия воюет в Украине, а другая Россия угрожает НАТО и Европейскому Союзу. И поэтому нужно защищаться от этой второй России. Хотя, ну, ее, конечно, нет. Вот такие разные подходы. И я думаю, что большинство политических экспертов, они бы все-таки посмотрели на вот этот прогноз про 2026 год со своей критикой. Андреас, издание The Telegraph сообщает, что французский президент Эммануэль Макрон хочет, чтобы его считали доминирующей силой в Европе на фоне изменения некоего политического ландшафта на международном и внутреннем уровне. Якобы есть такая негласная конкуренция в борьбе за первенство с более осторожным немецким канцлером Олафом Шольцем. Ну, во-первых, два вопроса в одном. Согласны ли вы с подобной оценкой? И второе, вот для Украины вот эта конкуренция, если она есть, это позитивный момент? Или как его можно охарактеризовать? Ну, я бы тут не говорил про конкуренцию, потому что, в общем-то, со стороны, по крайней мере, Германии никогда не было такой амбиции стать лидером. Германия после Второй мировой войны, скорее всего, избегала такое лидерство. И искала, скорее, вот какие-то коллективные решения или вот на двухсторонней основе, или трехсторонней основе, или внутри Европейского Союза, или НАТО. Она, в общем-то, не очень и конкурирует за такое лидерство. Во Франции несколько другая политическая культура. Там как бы есть другие традиции, и тут действительно может быть такая амбиция со стороны Макрона. Я просто недостаточно хорошо знаю Францию, чтобы оценить, насколько вот эти предположения английской газеты правдивые. Но там я себе это могу, по крайней мере, представить. Но, в принципе, тут, скорее всего, не конкуренция, а просто разные подходы к международной безопасности. Макрон сейчас стал за последние пару недель таким более активным, что касается формирования новой системы безопасности в Европе. А Шольц остается как бы в старой парадигме. И это скорее идеологическое противостояние, чем политическая конкуренция. Да, ну можно не гадать относительно недавнего заявления Эммануэля Макрона о возможности или вероятности введения на территорию Украины войск стран-членов Североатлантического альянса. Теперь, после всего произошедшего, после последних событий и так далее, как вы считаете, это заявление, оно должно было указывать конкретно на то, что такой вариант рассматривается, или это нечто символичное? Таким образом, Макрон, например, во всеуслышание заявил об изменении позиции Европы по отношению к войне развязанной России против Украины. Трудно сказать. Я думаю, это, конечно, сейчас не изложение какого-то конкретного плана, который будет завтра воплощаться. Это скорее сигнал, я думаю, Москве, который должен сказать, что для нас никакие варианты не исключены. И в худшем каком-то сценарии мы и так можем поступить и впрямую как бы вступить в эту войну на территории Украины. Это как некое такое поднятие ставки, и это тоже создает такую амбивалентность со стороны Запада, который скорее до этого, скорее всего, сигнализировал, что он не будет впрямую вступать в эту войну. Тут еще есть совершенно другая линия аргументации для такого присутствия западных войск на территории Украины. Это то, что на территории Украины есть просто национальные интересы западных стран. Это безопасность атомных электростанций украинских, это безопасность западных и других дипломатов в Киеве, это транспортировка зерна из Украины на мировой рынок, это все касается коренных интересов западных стран. Поэтому, мне кажется, вот эта дискуссия, она уже давно должна была состоиться, потому что это все затрагивает не только украинские интересы, но и впрямую интересы стран Европы. Андреас, появилась информация о довольно значительном событии, которое потенциально может случиться. Из-за него политика заявляет о том, что лидер Китая Си Цзиньпин встретится с тем самым президентом Франции Эммануэлем Макроном, про которого мы сейчас детально с вами говорим, в Париже в начале мая. И это станет, кстати говоря, первой поездкой Си в Европу со времен пандемии. Насколько важен будет этот визит? И самое главное, кому он больше нужен в нынешней сложившейся геополитической ситуации? Си или Макрон? Или здесь паритет? Ну, если честно, я не большой эксперт ни по Китаю, ни по Франции. Поэтому я только могу предположить, что, в общем-то, для Западной, или вообще для Европы, конечно, важен этот визит в том смысле, что Китай имеет влияние на Россию. И я так предполагаю, что Макрон будет не только от имени Франции, но и от имени Европейского Союза, а может и НАТО, настаивать на том, чтобы Китай повлиял на Россию, ну, чтобы он как бы ограничивал Россию, в частности, вот, что касается ядерного вопроса, но и вообще. Интересы Китая, я думаю, тут, в первую очередь, конечно, экономические. У Китая другая, как бы, программа, державная программа, если ее так можно назвать, она больше сконцентрирована на экономический прогресс. Поэтому он, тут китайский интерес, конечно, тоже есть. Как тут складываются геополитические интересы Китая? Для меня, если честно, трудно проследить, потому что Китай имеет такое очень двойственное отношение к этой войне. Он, с одной стороны, поддерживает Россию, но, с другой стороны, он и не поддерживает Россию так, как Москва это явно хотела бы намного активнее. Поэтому я пока не могу сделать какое-то предсказывание, что из этой встречи выйдет. Андрей, скажите, пожалуйста, после фарса, именуемого в Российской Федерации выборами президента, по сути, переизбранием диктатора Путина, как Восточная Европа уже отреагировала, и какую следующую реакцию вы ожидаете по поводу происходившего в Российской Федерации? Ну, эти выборы, конечно, не считаются демократичными. И там был, скажем, такой инцидент, что Мишель, представитель Европейского Союза, он поздравил Путина уже с большой победой до заканчивания, до конца этих выборов. Ну, это была такая ирония, что... Да-да-да, конечно, конечно. Уже это все решено заранее. Я не думаю, что это такое, что поменяет, в принципе, эта цифра, которую там нарисовали, она не играет никакую роль. Цифры, которые были нарисованы для оккупированных территорий, они еще более абсурдные. Это не играет большую роль, потому что, так сказать, репутация России и так подорвана. Это еще больше просто подчеркивает, что Россия все больше превращается в диктатуру. И тоже все больше напоминает, как бы, вот эти... Вот Советский Союз, тоже вот этот результат, это вот уже вот на грани того, что раньше там, ну, в этих советских странах, не только в Советском Союзе, но и в других странах Советского Блока, правящие партии получали, коммунистические партии. Ну, в конечном счете, это не имеет такое большое значение, и это не будет, я думаю, что-то менять в отношении к России. Вы совершенно правы, что те результаты, которые нарисовали Путину, мало что меняют непосредственно для самой России. Но, согласитесь, огромное значение имеет реакция на эти псевдовыборы. В частности, как вы считаете, какова вероятность, что во всеуслышании страны европейские, или, допустим, Соединенные Штаты Америки, ну, или возьмем там конкретно Восточную Европу, страны Восточной Европы заявят о том, что Путин является нелегитимным? Ну, не знаю, я думаю, это в конечном счете мало что даст, и это просто будет как бы препятствием для каких-то контактов и для дипломатии, поэтому я не думаю, что это случится. Увы, вот такого рода нелегитимные правители, они есть, их очень много в мире, это не только Россия, там тоже есть многие страны, в которых якобы проводятся выборы, хотя это, очевидно, никакое отношение к демократии не имеет. Не думаю, что тут можно ожидать больших каких-то таких шагов. Как я уже сказал, ни в том, ни в другом отношении, я не думаю, отношение к России не изменится. Андрея, спасибо вам за беседу. Аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Андрея Сумлан присоединялся к прямому эфиру телеканала Freedom. Большое спасибо.